И снова мы в кабинете психотерапевтическом доктора Кука. И сегодня мы хотим поговорить на тему разнообразия человеческих характеров, индивидуальностей. Доктор Кук, расскажите, пожалуйста, какие существуют типы характеров, да, и как нужно относиться вот к этому разнообразию? Ну, понятие само характер, оно очень сложно. С одной стороны, индивидуальность, с другой стороны, личность определяет характер, какие-то способности, какие-то качества. А на самом деле характер – это огромный оркестр, где много музыкантов. И каждый музыкант играет на своем инструменте. И поэтому это такое сложное понятие, это такой сплав, который и дает возможность воспринимать всех людей, как каждый человек, ну, уникальный. Сколько я работаю, не было ни одного раза случая, чтобы вот два человека были похожи по характеру. И поэтому, поэтому, ну, это и хорошо, что природа нас создала таких уникальных, и природа создала таких непохожих. Этим и интересен весь мир, общение и проявление каждого человека, оно очень ценное. В чем? В творчестве, в работе, в отношениях, в преодолении трудностей, в заблуждениях или в своих оценках. Этим и интересны люди, каждый, каждый. А вот вы не поверите, в каждом человеке, ну, есть разные системы оценки характеров. Ну, вот одна из систем, мне это ближе, мне ближе. Ну, вот нашли, нашли 14 типов характера. И вот такой сплав, такой сплав. У нас есть в разной степени наполнение, у нас есть и бдительный тип, и отшельник, и деятельный, и драматический, и серьезный, и авантюрный, и добросовестный, и агрессивный тип характера, самопожертвование, альтруисты, кто в какой степени, кто в какой степени. И вот те типы характера, которые преобладают, и если человек умеет их использовать, осознает в себе свои особенности, он и живет счастливо, меньше возникает проблем. Когда он знает себя, умеет использовать свои ведущие типы характера, и у него меньше возникает ошибок, меньше проблем в жизни. Возникают проблемы, но они решают их. Особенно, когда от нас, допустим, не зависит. Да, мы не боги, мы люди, мы ошибаемся. Но, зная свои черты характера, и зная свои ведущие типы, люди легче по жизни, более успешны и в семейных отношениях, в работе, в творчестве. А вот вся проблема, когда люди не осознают свои ведущие типы характера. Ну, например, каждый тип характера, нельзя сказать, плохой это или хороший. Плохой это тогда, когда как раз, именно, именно, по этой причине, люди не умеют использовать свой тип характера. Ну, например, ну, бдительный тип. Ну, нельзя сказать, плохой это или хороший. Вот, плохой, когда свой бдительный тип человек не умеет использовать. И если человек не осознает, не понимает, бдительный тип не умеет использовать, возникают разного рода проблемы. Например, тревожности, беспокойство, внительность. Это все бдительный тип, потому что не умеет использовать, не попадают в разные ситуации. Или проблемы психосоматика, или проблемы отношений, или обостренное такое чувство справедливости. Вот они, вот, вот. Или, допустим, отшельник. Отшельник – люди очень самодостаточные. Самодостаточные. Есть очень много творческих людей, отшельников. У человека нет потребности в таком количестве общения. Для отшельника важно, важно, самое главное дело. Вот такое погружение. Благодаря характеру человек погружается в дело, и довольно глубоко. И он может быть очень высоким специалистом, или разбираться в какой-то области. Потому что он весь в работе, он весь в процессе. Но у этих людей нет такой вот потребности в общении. И поэтому у них уязвимое место, слабое звено, уязвимая пята, можно сказать, вот общение. Они не умеют общаться, и не могут, и потребностей нет. Или, допустим, идиосинкратический тип. Идиосинкразис перевести дословно. Своеобразие. Есть такие люди, белая ворона. То есть, свой взгляд на вещи, такие, как не приняты в обществе. Тоже очень много талантливых людей. Вот все смотрят вот так, а у них нестандартное мышление. Эти люди с таким типом характера, в их профиле личности, преобладают, допустим, этот тип характера. Идиосинкратический. Своеобразие. Они очень талантливы бывают, нестандартное мышление, нестандартный подход. И у них вот своеобразие во всем, во всем. У них немножко вот восприятие мира, такое-такое, мистического, больше увлечены эзотерикой. Это нестандартное мышление. Мышление в категории тонких материй. И тоже бывают творческие люди. Например, Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Ну, ну, настолько, настолько талантливый и так рисовал 30-е, 40-е годы, что вот смотришь на эти картины и удивляешься. Он видел то, что процессы, узнаваемые в наше время. Идиосинкратический тип. Сальвадор Дали яркий представитель. А вот отшельник, можно назвать, Патрик Зюськин. Известный писатель, его романы переводят на разные языки. Многие романы получили возможность синхронизации. Он отшельник. Благодаря такому характеру. Он до того, до точно проник в этот мир парфюмерии, нарисовал этот образ парфюмера, роман. Он изучил досконально парфюмерию, как зарождалась во Франции, там, 16-17 век. Он проделал все маршруты, описывает своих героев в этом романе. И замечательный фильм «История одного убийцы». Настолько глубокое проникновение. И так он описывает эти оттенки, запахов. Ну, эффект присутствия. А он отшельник. А когда на рынок выдали продукт, романы стали переводить, экранизация, встреча с журналистами, встреча с критиками, со зрителями, с читателями. А в аудитории много людей, а он вышел один раз и смотрит. Но он растерялся. Это не его стихия. Пиар-акции, продвигать продукт на рынке. Но это ребята, извините. Без меня. Вот насколько интересно ведущие типы характера определяют и деятельность наших, и отношения. Ну, например, деятельный тип, темпераментный, эмоциональный тип характера. Но если он преобладает, не осознает человек, не понимает, будут проблемы. Это такой эмоциональный размах. То лёд, то пламень. И с крайности в крайность отношения. Уязвимое звено это отношения. Никогда не складывается устойчивых каких-то отношений. Всегда конфликты, скандалы. Вот задача, задача осознать свой тип характера. Научиться им пользоваться. Только во благо. Только во благо. Поэтому, поэтому вот и люди приходят. Здесь очень важно знать, действительно, какие типы характера у человека. Особенно подростки. 14-15 лет, 16. Некоторые в гимназических классах уже знают, кем он будет быть в жизни, по профессии. Кем быть, ему интересно. А некоторые в растерянности. А вот типы характера. Есть склонность к определенной профессии. Ну, например. Например. Есть тип характера. Авантюрный тип. Но имеется в виду не то, что бросается в авантюры, обманывает, занимает долг, деньги. И нет чувства риска. И есть и такие. Есть и такие. Но авантюрный тип. Это человеку интересно. Риск. Острое чувство. Адреналин в крови. И профессии выбирают, соответственно. Это и спасатели. Это и каскадеры. Это и летчики. И военные. И моряки. Видите. Профессий сколько много. Огневые точки выполняют. Трудные задания. И вот, пожалуйста. Авантюрный тип. Авантюрный. Вот есть такое сочетание. Три типа ведущих. А может быть четыре даже. Может быть сплав какой-то. Вот. Уравновешенный. А может быть даже противоположности. И все это в одном человеке. В одном человеке. Знаешь типы характера. Знаешь уязвимые места. И больше понимаешь, что за проблема у человека. Что за проблема. Например. Серьезный тип характера. Это хребет нации. За счет этого государство может быть держится. За счет этого. Серьезный тип. Реально воспринимают жизнь. Не в каких-то там иллюзиях. Надежные люди. Но они честные. Справедливые. Они прямолинейные. Но вот. Эти люди. У которых преобладает серьезный тип. Они больше склонны к депрессии. Почему? Потому что негативный опыт. Носят в себе. Можно выразить так. Болевое тело. Носят в себе. Поэтому. Больше склонны. К депрессии. И вот задача. Задача. Научить. Освобождаться от негативного опыта. Освобождаться. Очень интересное. Очень интересное направление. А так подростки приходят. И я подбираю по ведущим типам характера. И профессии. Целый список можно составить. Каким профессиям ближе тот или иной тип характера. И людям легче уже и найти себя. И разглядеть свои возможности. И определиться в конце концов по жизни. Ясно. Это очень полезно знать. Чтобы выбрать свою работу. А может ли характер меняться с течением жизни? Какие-то черты преобладать. Может быть начинают доминировать. Характер формируется с детства. И уже то, что сложилось в 12-13 лет. В основном вот это состояние устойчивости. Оно прослеживается. Бывает так, что какой-то узловой момент в жизни человек меняется. Бывает такое. Но в основном уже сложившиеся типы характера. Они так и продолжают влиять на судьбу человека. У мальчиков характер больше формируется и завершается процесс где-то 22-23 года. У девочек раньше бывает так, что формируется характер к 30 только годам. Но в основном так к 25 годам, 24-25, ну вот уже сформирован характер и человек уже идет по шести. Скажите, доктор Бука, а вот что касается политики, вот эта тема такая интересная. Влияет ли характер человека на выбор его, скажем, политических предпочтений? Вот он там, допустим, социал-демократ или крайне левый, крайне правый? Скорее всего, нет. Потому что люди с разным типом характера, предпочтения у них все равно разные. То есть это не главное в выборе идеологии, допустим? Есть активные типы характера и есть пассивные. Есть более эмоциональные, есть более закрытые, внутренние. Вот серьезный тип – это внутренний. Драматический – это внешний такой эмоциональный. В каждом типе характера есть свои векторы, направленные наружу или внутрь. Одни больше общительные, другие меньше общительные, больше делают ошибок, меньше. Но каждый находит свое направление, как бы, да, и свои умения в этой жизни. Вы, как бывший политик и человек, в общем-то, очень открытый и интересующийся всем на свете, наверное, да, ну и политикой в том числе. Какой тип характера преобладает у эстонских политиков? Разное, разное. Ну вот, господин Сависар, например, да, у него преобладает бдительный тип и лидер, лидер. Агрессивный тип. Агрессивный или лидер – это вожак, это человек, который создает структуру, это тот, кто ведет за собой, наказывает, награждает. Ну, вот лидер. Прирожденный лидер. Лидерские способности могут быть, ведущий тип характера, самоуверенный. Тоже лидерские способности, но они немножко другие. Поэтому здесь в политике кто-то достигает определенных своих горизонтов, насколько он активен только от этого. Насколько он умеет выражать свои мысли, чувства, доводить до людей. Умеет заразить идеями и красиво об этом говорить, и без трудности это делать. Уже мы можем говорить харизм, определенные харизмы. Прирожденный лидер, данная природой способность заражать идеи, вести за собой людей, так интересно, так увлеченно рассказывает о чем-то, уже определенные харизмы. Да, но вы назвали имя человека, который, в общем-то, уже и ушел из политики. Ну, кто его знает. Может быть, еще и вернется, еще и не скажет слово. Все бывает в жизни, и есть за что уважать, есть, можно найти какие-то недостатки. У каждого человека свое мнение. Ну да, а о действующих политиках таких активных? Ну вот я сейчас на самом деле отошел от политики, мало сейчас интересуюсь. А когда-то, да, я 12 лет участвовал активно в политике. И как вы вот, ну вам было, наверное, легко, да, со всеми общаться, контактировать, потому что вы психотерапевт. Ну это помогало, безусловно. А вот что касается психологической культуры у политиков, вот как они обладают ею? То есть они способны как бы к диалогу, к тому, чтобы принимать других такими, какие они есть? Вот, как бы не падают в бешенство. Вообще так, относиться, ну, достойно, что ли, да, и толерантно к инакомыслящим? Есть и такие, и такие. Люди есть люди. И хотя эта специальность быть политиком публичная, и особые требования, но все равно мы видим, мы видим, как люди совершают ошибки, что-то их выводит из равновесия, не то сказали. Одна фраза может закончиться, это политическая деятельность, и одна фраза может опровергнуть, и не опровергнуть, а как сказать, опрокинуть даже, да, вот какую-то карьеру политическую. А другие, сколько бы их не сбивали с ног, они все равно опять на коне, опять на коне. Поэтому определяют все-таки, наверное, настойчивость и последовательность своих шагов. Вот умение добиваться определенных целей. Вот это вот определяет. Я заметил, что вот общество, в принципе, ну вот здесь эстонское местное, да, да, как и российское, оно довольно-таки конфликтное, да. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? С отсутствием психологической культуры, да, с тем, что люди не понимают, ну вот есть такой тип характера, ну вот надо принять его, как сказать, оправдать как эстетический феномен, да? Ну, конечно, сколько людей, столько мнений, и какие-то люди высказывают свое мнение, в разрез с общепринятым. И есть политики, нетерпеливые, нетолерантные, нелояльные, воспринимают новые идеи в штыки. Кто-то пытается понять, кто-то пытается. Вот одного какого-то правила или закона не существует. Вы действительно заметили это, что довольно-довольно напряженная обстановка, такая вот общеполитическая в обществе, ну, наверное, потому что общество разделено на две общины, русско-говорящая община, эстонско-говорящая, здесь друг друга непонимание, какое-то противодействие, и где-то, где-то какая-то фраза уже возникает напряжение. Действительно. А может быть, другие факторы. Никто ведь это не исследовал. И я, в общем-то, так глубоко не вовлекал. Я только говорю о каких-то впечатлениях, но не более того. То есть вы не социолог, да, и вы просто предпочитаете помогать решать, так сказать, индивидуальные психологические проблемы вот каждого в отдельности. того, кто к вам обращается. Ну, конечно. И все. Вот. Скажите, пожалуйста, доктор Кук, вот характер, в принципе, если его постичь и понять, то он может и помочь человеку как-то, да, себя найти, вот, и справляться с трудностями. И наоборот, если себя не знать, то можно, там, удров наломать, да? Конечно, конечно. Легче, легче помочь человеку. Он приходит, может быть, его невротические страхи терзают, фобии. Легче справиться, когда идет гармонизация личности, и человек уже приходит к тому, что, да, он научился, использует свои типы характера. Можно помочь, легче, легче справиться с депрессией, или сложности отношений, или стрессовую устойчивость, выработать. Когда знаем типы характера, как эти психологические проблемы связаны с ведущими типами характера, то и легче, и помочь человеку, и больше возникает осознание, понимание, и справиться с индивидуальными проблемами нам легче. Ну, а вот если такой тревожный тип, да, вот такая повышенная тревожность, как бы тревога за будущее, да, вот неуверенность в себе и так далее, вот как это можно преодолеть? Гармонизация личности. Кто-то, кто-то более легок на подъем, а кто-то менее легок, ну, например, чувствительный тип. Домашние люди, они любят постоянство, одну колею, они умеют создать уют, они надежные, но очень тяжело переносят зигзаги, неожиданности. Это их выбивает буквально. Очень тяжело переносит разрыв отношений, потому что, потому что вот такова природа этого ведущего типа характера. Если они едут куда-то на юг, мы можем кинуть, бросить маечку, шортики и уже отправиться на юг. А для них нужно все продумать. Два чемодана возьмут, на всякий случай. И аптечку, и ножнички, и какие-то замены одного другого. Все продумают, все предусмотрят, и они едут на юг, на море купаться. Все люди разные, все люди. Есть преданный тип, преданный исполнитель. Идет за лидером. Но у него сложности, у этого человека возникают, когда кто лидер? Вот они могут ошибаться в выборе своего лидера, за кем они последуют. Настолько это интересная тема, это природа человека, сколько типов характера. И каждому ведь нужен свой подход. И я рекомендую родным, близким, как подходить к родному, близкому человеку с определенным типом характера. Не только выбор профессии, допустим, для молодых подростков, а еще и для родных, близких. Понять суть какого-либо семейного конфликта, проникновения. Вот все, все идет оттуда. Какой тип характера? Преобладает. Почему возникают конфликты? Почему человек не уступает один другому? Почему так склонен к тому, что не идет на уступки и говорит, что только я прав и все, только я прав. Вот это знание типов характера позволяет решать эти проблемы. Спасибо.